Эти времени в Черноморске продолжают рассматривать дело экс-милиционера Вячеслава Лазарева. Его подозревают в том, что насмерть забил человека. По словам очевидцев, Лазарев и погибший не поделили дорогу. Из-за ДТП завязалась словесная перепалка, а затем экс-милиционер применил силу. На теле погибшего были обнаружены многочисленные травмы и переломы. К слову, сам Лазарев признался в содеянном месяц назад в зале суда. Сегодня очередное заседание. С нами сейчас на связи корреспондент репортера Константин Гречаный. Здравствуй, Костя. Как сегодня проходит судебный процесс? Добрый день, Гриша. Вячеслав Лазарев потребовал отвода для коллегии судей присяжных в полном составе на том основании, что одна из присяжных назвала во время прошлого судебного заседания Лазарева зверем и сказала, что в клетке ему самое место. Лазарев и его адвокат оценили это как необъективность со стороны судьи и считают, что вся коллегия, а не только данная судья, не могут дальше рассматривать это дело. Лазарев потребовал, чтобы аудиозапись заседания с прошлого заседания заслушали сначала и до конца. На данный момент коллегия судей находится в совещательной комнате, где будут принимать решения. Также Лазарев выступил против того, чтобы была видео и фотофиксация судебных заседаний, обвинив прессу в необъективности. Я хочу напомнить, что наша телекомпания делала акцент на том, что Лазарев не отрицал, что совершил убийство, но отрицал, что это было убийство с особой жестокостью. В принципе, на чем и настаивал Лазарев. Поэтому данная оценка не является объективной уже со стороны самого подсудимого. Студия. Спасибо большое, Костя. Я напомню, что на прямой связи со студией был корреспондент репортера Константин Гречан, который рассказал нам последние новости из зала суда города Черноморска, где в эти минуты рассматривают дело экс-милиционера Вячеслава Лазарева. Он, напомню, до смерти забил человека после дорожно-транспортного происшествия.